Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 17 февраля. Это день, когда мы снимаем этот выпуск. Выйдет он в эфир 19 в пятницу, как запланировано. У нас в Русалиме сегодня весьма бурный день, как сказала бы знаменитая сова из Винни-Пуха. У меня вырывает фактически стабилизатор с телефоном из рук. Сильнейший штормовой ветер, плюс 4. У нас ожидается снег, или по крайней мере снег с дождем, страшная буря идет на Иерусалим. Вот поэтому мы снимаем заранее, чтобы не попасть в безвыходное положение. Что пятница пришла, а выпуска блога нет по причине погоды. А едем мы с вами сегодня в Энкаром. В прошлый раз мы говорили о стройках, и сегодня мы хотим продолжить тему строек, потому что в Иерусалиме действительно много чего строится. И не все стройки такие уж плохие. Есть всегда две стороны у каждой стройки, и положительная, и отрицательная. И вот сегодня мы поговорим о стройке в Энкароме. Что же строят там? Все слышали про то, что там должна пройти линия трамвая. Вот сегодня мы с вами увидим, в каком состоянии строительство сейчас, что там происходит. Мы посмотрим на Горнинский монастырь с вами сверху, побываем в самой деревне Энкаром. В общем, нас ждет много-много всего интересного. Ну, а поедем мы на Иерусалимском трамвайчике. Вот за моей спиной как раз трамвайная линия. Она идет фактически с севера Иерусалима на запад. И все из вас, кто бывали у нас, и, может быть, жили в отелях возле старого города, знают, что трамваем можно добраться, ну, не совсем до Горнинского монастыря, но примерно в ту сторону. А там дальше или долго идти пешком, или брать такси. Так что вот сейчас мы с вами дождемся трамвайчика и поедем. Тут где-то должен гулять Рафаил. Сейчас пойду его искать. Он пошел заряжать Рафкаф. Рафкаф – это специальная карточка, по которой мы ездим на общественном транспорте. Если вы приедете к нам в Иерусалим, а даст Бог, обязательно приедете, ведь кончится же когда-то коронавирус и локдаун, то вы тоже будете пользоваться такой карточкой. Ее заряжаешь и вперед. Вот и трамвайчик. А вот и фули. Ну что, зарядил Рафкаф? Порядок? Зарядил. Мы сейчас готовимся к путешествию. Пойдем. Так, вот так это пробивается. А ты тоже не забывай свой делать и маску наденешь. Ну вот мы едем с вами в сторону запада, к западному выезду из Иерусалима. Сейчас скоро мы увидим центральную автобусную станцию Тахану, Меркозит с правой стороны. И увидим знаменитый Иерусалимский подвесной мост, о котором я делала экскурсию на Топосе. Если вы смотрели, то помните, как мы шли пешком от въезда в город до старого города по улице Яфа. Вот как раз вдоль трамвайной линии. Кто не смотрел, бегите на сайт Топоса, смотрите. Экскурсия там есть. И просмотр недорогой. Всего 150 рублей. Ну вот, а мы с вами сейчас уже подъезжаем. Ну вот слева станция поезда, которая идет в Тель-Авив. Справа центральная автобусная станция. Вот наша центральная автобусная станция с часами. Видите, такая. Ну, а вот мы и въезжаем на знаменитый Вантовый мост, который построил архитектор Калатрава. Тоже было мощное строительство в Иерусалиме. И многих оно раздражало, конечно, потому что дороги перекрывали. Но мост получился отменный. Паломники всегда его фотографируют, когда мы под ним проезжаем. Вантовый мост знаменитый. И сейчас нас трамвайная дорога приведет с вами на Ждерот-Херцель. Улица Герцеля, одного из основателей Израиля. И вот по этой дороге мы уже будем ехать до практически Энкарма. Но не совсем до Энкарма, но в ту сторону. Мне, как всегда, всегда трудно привыкнуть, что сейчас существует такая новая дорога. На самом деле, приятно, с одной стороны, приятно чувствовать себя ребенком. Потому что надо объяснить вам, что всего лишь, ну, меньше 10 лет назад открыли вот эту новую дорогу. Я в детстве ехал тут на автобус номер 18 из школы до дома. Мы приближаемся сейчас к району, который называется Бет-Хакерем. Это как раз над Энкаремом. Мы же едем с вами в сторону Энкарем. Пока трамвайная дорога до Энкарема не идет. Но как раз это то, что мы сегодня с вами увидим. Мы хотим добираться до Горния. Горния – это Энкарем. Это не только Горнинский русский женский монастырь. Это целая бывшая палестинская деревня, которая сейчас является одной из районов западного Иерусалима. Даже самого-самого западного района Иерусалима. Вот как раз здесь справа есть военное кладбище. Называется Хар-Херцель, то есть гора Херцеля. Итак, все торжества в День независимости Израиля обычно проводятся здесь. Чуть выше. С президентом, со солдатами израильскими, с премьер-министром. Ну вот, и мы сейчас выходим. Последняя остановка. Ну вот, как вы видите сейчас, конечная остановка трамвая – это гора Герцеля, Маунт Херцель. Дальше трамвайная линия не продолжается, не идет. Однако, Горненский женский монастырь и деревня Инкарум, родина Иоанна Предсеча, находятся вот там. Вот там, вот в той долине. И вот за тем поворотом начинается территория Горнего. Соответственно, если доехать на трамвайчике 200, то дальше придется довольно долго и нудно идти пешком. Ну или брать такси, или брать какой-то городской автобус. То есть, прямо скажем, добираться не очень-то удобно. Вот поэтому-то и строят дополнительную трамвайную ветку. Но, как и в любом строительстве, есть те, кто за, и есть те, кто против. Вы уже заметили, что в нашей семье есть два мнения. Одно радикальное, другое очень радикальное. Ну, шучу, конечно, да. Тем не менее, иногда мы с Рафаилом по-разному реагируем на какие-то события. Поэтому, что я могу сказать? Когда строился трамвай, ругался весь Иерусалим, и все были против вообще строительства трамвая. Вы не представляете себе, как народ возмущался. Но, однако, вот трамвай построили, и, конечно, удобно. Удобно добираться из северных районов Иерусалима в центр города стало. Конечно, трамвай новый, чистенький, французский, вы сами видели. И, конечно, улица Яфа стала выглядеть очень-очень красиво с трамваем. Раньше она была вся загазованная, заставленная автобусами, машинами. Очень было неуютно, на ней шумно. А теперь улица Яфа очень красивая. Ну вот, так же точно и здесь. Вот сейчас собираются продолжать трамвайную ветку. Собираются ее продолжать вот туда, соответственно, да, вот к фактически территории Горнинского женского монастыря. И тогда сам монастырь находится на территории больницы Адаса Энкаром. То есть, собственно, трамвай идет не ради Горнего, конечно, к сожалению, а ради больницы, да, чтобы люди могли легче добираться. Но и к Горнему это будет иметь отношение, трамвай будет подходить ближе к монастырю. Ну, что сказать. Трамвай, конечно, очень хорош, очень красивый. Но возникают вопросы. Иерусалим, то есть, все проблемы Иерусалима решаются этим трамваем. То есть, это очень удобный ход показать. Вот у нас чистые трамваи, вот у нас новые дороги, вот город развивается. Но вопрос, развивается ли город, становится людей меньше, то есть, безработица. Или проблема даже не в том, что город религиозный или слишком фанатично религиозный, а в том, что есть определенная закрытость, узость. И этот трамвай как будто создает такой международный европейский дух. Тем более, что эти трамваи, они по французскому моделю сделаны. А вот вопрос большой, подходит ли этот французский модель Иерусалиму. Иерусалим имеет свои особенности. И сейчас все это подробности говорить, еще не хочу никого обижать, но Иерусалим имеет свои очень большие проблемы. И от того, что улица Яффа, например, стала чистой из-за того, что автобусы не там, но другие соседные исторические улицы перегружены, и сейчас стали совсем грязными, это очень горько и грустно. Получается, вот отодвинули проблему, но проблемы не исчезли. Ну вот такое другое мнение на нашем канале. Ну вот, а мы с вами сейчас поглядим на долину. Вот эта долина, это и есть Энкарм. То есть там, внизу, окруженная со всех сторон Иерусалимскими горами, находится деревня Энкарм, куда мы сегодня, даст Бог, придем. Место, где родился Иоанн Предтеча. И вот здесь, на левом склоне, находится Горненский монастырь. Мы тоже подойдем поближе. И вот, соответственно, трамвай будет вести довольно близко к Горнему, что, конечно, будет очень удобно для прихожан Горненского монастыря, ну и, как я уже сказала, конечно, для тех людей, которые едут в больницу Адаса Энкаром. Сама же эта удивительная совершенно долина, сейчас мы с вами подойдем и еще на нее посмотрим чуть-чуть в другой точке. Сама же эта удивительная долина, это та самая долина, по которой, скорее всего, и шла Матерь Божия из Иерусалима к Елизавете после Благовещения. Шла она примерно 10 дней, возможно, даже чуть больше. Сперва зашла, конечно, в Иерусалимский храм поклониться, как тогда было положено и принято. И оттуда, вот через эту долину, вот так она шла и спустилась в Энкаром. Так что это действительно библейский ландшафт. И вот еще один, неописуемо красивый. Но пойдемте посмотрим, что же строят, да, и как это выглядит. Мы с вами идем через район Бейтакэрем. Конечно, виноградом здесь и не пахнет, хотя и в слове Бейтакэрем, и в слове Энкаром кроется слово виноград. Энкаром – это источник винограда, Бейтакэрем – это дом винограда. Ну, потому что здесь когда-то были деревни, здесь когда-то были сады. Ну, вот чуть-чуть где-то что-то остается. Видите, вот опять же миндаль, да, цветет палестинский, несрубленный в свое время. Ну, а построили, сами видите, да, коробки. И все это строительство 50-х, 60-х годов. Ну, по сути, израильские хрущевки, вот как мы с вами их называем. В Израиле и в Иерусалиме, в частности, есть очень много некрасивых, на самом деле, домов, районов. И вот, к сожалению, дорога наша с вами сегодняшняя в красивейшую деревню Энкаром. Сегодня вас ждут очень-очень красивые кадры, впечатляющие, действительно. Особенно в такую погоду, это вообще очень так атмосферно. Но идем мы через район такой, скажем, совсем не привлекательный. Бейтакэрем, Кирьят-Йовель. Вот впереди, да, многоэтажные такие вот типичные дома. Кстати, район Кирьят-Йовель, он недорогой, вот начинается он здесь. Видите, табличка висит, вот она, Кирьят-Йовель. Это район, в принципе, недорогой, с демократичными ценами. Ну, для России, я думаю, это будет безумно дорого, но по нашим израильским меркам Кирьят-Йовель район недорогой. И здесь живет довольно много репатриантов из бывшего Советского Союза. И, конечно же, живут некоторые вот как раз прихожане Горненского монастыря. Притом я знаю семьи, которые именно нарочно переехали в этот район. Хотя есть в Иерусалиме районы и получше, но специально, чтобы быть поближе к Горнему. Из-за чего добираться до Горненского монастыря без машины очень трудно и неудобно. Поэтому еще раз то, что строит трамвай, в этом есть определенная польза для... Ну, пусть вот, да, хотя бы с этой точки зрения, что люди смогут добираться удобнее до храма. Вот посмотрите знак как раз-таки о строительстве новой ветки. Вот уже слева мы с вами, собственно, и идем вдоль этой ветки, которая строится. Вот дальше уже сама стройка. Сейчас мы поближе подойдем и поглядим. Наша цель добраться до Горненского монастыря. Да, первая наша цель. Вот указатель как раз на больницу Адасу Инкаром. А Горненский монастырь находится на территории больницы Инкаром. То есть мы туда идем. Наша цель добраться и посмотреть, как строится та часть ветки, которая находится непосредственно над Горненским монастырем. Должна была идти через территорию Горненского монастыря. Но было принято решение, говорят, что русская миссия очень много в это вложила сил, усердие, чтобы все-таки шла ветка над, а не через территорию. Вот. Ну, сейчас все увидим своими глазами. Давайте я буду озвучивать свою точку зрения и будем забывать даже, что я, допустим, русскоязычный. Забудем даже о своей принадлежности к православной церкви и о том, что я также люблю Горненский монастырь и так далее. Допустим, я израилетянин, турист, который приехал сюда из Петахтиквы. Я хочу в пятницу вечером покушать в ресторане в Инкареме, в деревне Инкареме. Я сижу, заказываю себе вкусный стейк, заказываю себе вино, сижу, смотрю, любуюсь видом. Моя цель в посещении Инкареме – это как раз увидеть место, которое напоминает Европу в каком-то смысле. И вот я сижу, смотрю, любуюсь и вижу замечательные, красивейшие русские купола, золотые купола. И вдруг вся эта идиллия нарушается тем, что я слышу дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. И вижу, как сквозь этих куполов, на самом деле не по территории горни, но чуть выше, но это выглядит, как будто идет через этих куполов какой-то трамвай. И все. У меня стейк застрял как бы в горло, вино уже невкусное, и вообще хочу куда-то в Тоскану тогда. Но где этот турист из Петахтиквы будет сидеть, пить вино и наслаждаться видом на Горнинский монастырь, вы еще сегодня увидите. А пока мы видим с вами, как прокладывают дорогу. Это всегда, честно говоря, интересно, хотя я уже давно не маленькая девочка, не школьница, но я обожаю смотреть на стройки. Скажу вам такую по секрету информацию обо мне. Вот теперь вы еще что-то обо мне знаете, старые друзья канала. Я люблю смотреть, как строят. Это всегда жутко интересно. Рафаил тоже обожает с детства. Но посмотрите на вот эти дома. Представляете, как им весело, когда у них под носом все это строится. Ну, что делать? Приходится терпеть и шум, и грохот, и какие-то неудобства. Это, наверное, неизбежно при любой стройке. Ну и вот, видимо, чтобы подбодрить граждан, здесь написано на иврите, здесь строят будущее. Спасибо за терпение. А выглядеть будущее будет вот так. Ну что же, очень-очень даже симпатичное будущее. Погодка, сказка. Не только напоминает детство московское, но еще и можно снять ненавистную мне маску, потому что в такой холод ни народу на улице нет, ни полицейских, но тем более в этом районе все дома сидят. Так что можно гулять, дышать иерусалимским прекрасным горным холоднющим воздухом сегодня, особенно таким, прям, знаете, терпким, искристым, как шампанское. А впереди я уже вижу одну знаменитую статую, которую вам сейчас покажем. Только вы не пугайтесь. Обещаете, что не будете пугаться? Ну тогда покажем. Ну вот, на той стороне дороги, на перекрестке, стоит страшный зверь. Это знаменитое чудовище, которое знают абсолютно все иерусалимские дети. А почему? Вы сейчас скоро поймете. Но уже можете делать скриншоты и рассказывать в интернете, что в Иерусалиме построена статуя Молоха, в которую бросают детей, и они из его огненной пасти вываливаются. Как иногда и думают все паломники, когда мы едем мимо, народ, если вы помните, в моих группах были всегда, ой, это кто это, это что это, и набожно крестятся. Ну, оно и понятно, вид у него действительно устрашающий, но это не статуя Молоху, тем более, что такого божества, как Молох, не существовало. На нашей территории те, кому поклонялись древние жители Ханаана, это были бог Ваал и богиня Астарта. Молох – это название ритуала, скорее всего, потому что Мелех – это царь, то есть поклонение царю, да? Но так уже вошло в язык, в обычае говорить статуя Молоху. Это не совсем корректно, но неважно. Вот, так вот, это чудовище, по-нашему, мифлецет, с тремя языками. Очень любят дети, а используют они его, собственно говоря, вот так. Ну, а мы с вами от чудовища направляемся дальше и можем с уверенностью сказать, что путь к Горнинскому монастырю у нас с вами лежал через искушение. Кстати, как и в каждой шутке, тут есть доля правды, потому что сама скульптор сказала, что эта скульптура – это символ женской эмансипации. А как добавляет Рафаил? Ну да, женщина после неудачной пластической операции. Ну вот, мы подбираемся уже к Горнинскому монастырю. Признаюсь, честно, взяли автобус, пару остановочек проехали, холодно и далековато идти. И вот здесь мы видим с вами замечательную ещё одну панораму. Во-первых, внизу справа – это сама деревня Инкарм, куда мы сейчас надеемся спуститься и показать вам, что там. То есть само место, где родился Иоанн Претеча. А вот здесь слева вы видите золотые купола Собора Всех Святых в земле российской просиявших. И как раз за ними тот самый мост, по которому и будет идти трамвай. Ну вот, Горнинский монастырь, мои дорогие, сейчас закрыт на карантин. Вот уже год с прошлого года, с марта месяца. Поэтому, к сожалению, мы с вами сегодня не сможем пойти в сам Горнинский монастырь никаким образом. Но мы спустимся в деревню Инкарм, где мы надеемся подзарядить телефон, который уже садится из-за холода, выпить чего-нибудь горячего и показать вам, собственно, родину святого Иоанна Претечи. В деревню можно спуститься разными дорогами. Мы выбираем самую трудную, самую неудобную. Почему? Я думаю, вы скоро поймёте. В Инкарме большинство паломнических групп посещают только Горнинский женский монастырь. Паломники неизменно восторгаются природой. И действительно, монастырский участок очень красив. Однако для того, чтобы представить себе, какой эта земля была во времена земной жизни Матери Божией, праведной Елизаветы, Захарии и Анны Претечи, нужно прогуляться вот так по лесу. Вот она, наша природа, природа святой земли, природа Инкарма, Иерусалимские горы. Мы видим с вами сосны, мы видим множество кустарников. Среди них много, кстати, ароматных трав, пригодных в пищу. Вот по такой земле шла Богородица в Инкаром в Гостике Лесовете. И мы с вами, гуляя по этому лесу, можем также увидеть Инкаром таким, каким он был в XIX веке, в конце XIX века, когда наш русский архимандрит Антонин Капустин, начальник русской миссии, приобрёл участок, построил на нём общину женскую, которая впоследствии и превратилась в Горнинский женский монастырь. Начинается буря, ветер всё усиливается. Довольно крутой спуск, но дорожка уверенно ведёт нас вниз. Этот лес отчасти природный, отчасти насаженный. То есть в 70-е годы сюда подсаживали сосны, для того, чтобы лес был более густым, для того, чтобы сохранить его. Так что отчасти эта красота – это плод труда рук человеческих. Нас встречают цикламены, маки. Это прелесть Иерусалимской зимы. Вот, можно отсюда, а можно оттуда также. Вот две дороги – two roads diverge, как говорил поэт американский Роберт Фрост. В этом и весь кайф, что можно выбирать, идти по этой дороге или на этой. Тут дорога, которая идёт вниз слева, тут справа. Ну, пойдёмте справа-слева, справа-слева, направо-налево. Куда? Ну, давай по этой дороге. По прямой пойдём. Как Анна говорит. Ну, дорожка привела нас к таким вот живописным террасам с огромным количеством цикламенов и к заборчику каменному. Чувствую я, что придётся мне через него сейчас перелезать. Рафаэл уже на той стороне. Ну, вот совершенно ничего не бывает случайно. Вот взяли мы эту дорожку, и она нас привела к потрясающему виду. Вы только посмотрите. Вот, как на ладони весь Горненский монастырь. Кстати, видим, что здесь тоже ведётся стройка. Вот это здание, которое вы вот здесь видите, вот такое вот, с красной крышей, да? Это здание новое. Это в Горнем строят отель, гостиницу. Ну, видимо, надеются, что всё-таки будут паломники. Ну, и опять видим с вами мост, который для трамвая идёт прямо на территории Горненского монастыря. Да, вот он. Ну, и, конечно, он несколько портит ландшафт. Тут уж что поделать, надо признавать то, что есть, то есть. Но места здесь сказочные. Поглядите-ка, вот уже внизу деревня Инкаром. Надеюсь, что мы до неё доберёмся. Мы с приключениями сегодня идём. Природа наша зимняя, сказочно красивая. Вот. Ну, тут нам предстоит довольно крутой спуск вниз. Так что увидимся уже с вами теперь в самой деревне Инкаром. Ну вот, мы с вами спустились через лес, видели, каким был Инкаром во времена Иоанна Претечи, каким он был в XIX веке, когда отец Антонин Капустин купил здесь территорию Горненского монастыря. И вот теперь мы стоим на дорожке, по которой обычно идёт крестный ход. Вот там наверху Горненский монастырь, его территория. И вот по этой дорожке обычно идёт крестный ход с иконой. Есть такой у нас местный праздник отцом Антонином Капустином, учреждённый ещё в конце XIX века, день целования Марина. Когда икону Благовещения Божией Матери перевозят из Троицкого собора в центр Иерусалима, вот сюда, в Горний, на пятый день после Благовещения, в память того, как Богородица пришла из Назарета сюда, к Елизавете, и оставалась у неё три месяца до Рождества и на Претечи. Вот так икона остаётся три месяца в Горнем, а потом её обратно перевозят в Иерусалим. И вот мы сейчас с вами подойдём к источнику, около которого обычно происходят встречи иконы. Ну, конечно же, раньше, до коронавируса, естественно, было очень много паломников, и местные приходили, все, кто могли. Конечно, это большой очень праздник в Горненском монастыре. Действительно, только здесь существует такой обычай, то есть только на Святой Земле, больше вы нигде такого не увидите. Ну и кому интересно, найдут, я думаю, массу в интернете фотографий, даже кадров с этого праздника. А мы сейчас вот видим с вами, что происходит здесь сегодня, в коронавирус 21 века нашего, 21 года. Вот. Вот мы уже и почти пришли к источнику. Должна вам сказать, что погода всё мрачнеет. Думаю, что снег сегодня будет, холодает, несмотря на то, что сейчас, когда мы снимаем, это практически полдень, ну, час дня, то есть должно быть очень жарко, тепло, и даже сейчас вот в такой пик солнца холодно. Честно скажу, руки стынут, в перчатках держать очень трудно, стабилизатор. И просто думаю обо всех гидах ТОПОСа, нашего сайта, клуба видеопутешествий ТОПОС. Гиды наши героически делают стримы из Сталина при минус 10, из Белоруссии при минус 15, да. Снимаю шляпу перед коллегами, у меня руки мерзнут уже при плюс 4. Ну, а вот он и источник. Это источник Марии. Ну, конечно же, все паломники, да, считают, что это в честь Божьей Матери, потому что здесь бывает встреча иконы, и есть традиция, что именно здесь произошла и встреча Богородицы, и Елисавета, действительно, да, вот когда Матерь Божья пришла к ней из Назарета. Но, однако, это все не совсем так. Ну, то есть, скажем так, насчет места встречи Божьей Матери и Елисавета существует два предания. Наше православное и католическое. Католики указывают место встречи немножко в другом месте, чуть выше по холму. И я сейчас, по-моему, через секундочку это место покажу. Ну, так, обзорно, да, снизу. А вот сам источник этот, между тем, действительно очень-очень древний. И можно сказать с точностью, что Матерь Божья и Елисавета брали из него воду. Это тут сомнений ни у кого нет. Вот посмотрите, видите этот древний водовод, водотечь? Она относится ко временам второго храма, то есть ко временам жизнеземной Господа Христа, ко временам правления Ирода Великого. Соответственно, здесь фонтан, источник всегда был. Почему здесь и была деревня Энкаром? Именно из-за этого, что здесь была пресная вода. И, конечно, мать Иоанна Претечи, Елизавета, ходила сюда по воду. И Богородица, которая оставалась у неё три месяца, в гостях тоже с ней сюда приходила. В этом сомнений нет. Ну, а назван он источник Марии в честь матери Ротшильда, которую звали Мирьям. И он отстроил этот источник, отремонтировал его для того, чтобы местные жители могли брать воду. И вот так это название и осталось. Вот отсюда видно, что над источником стоит мечеть. По мусульманской традиции здесь останавливался Амар ибн Хаттаб, знаменитый завоеватель Иерусалима, халиф Амар. Ну, а у католиков другая традиция. По их традиции встреча Богородицы Марии и Елизаветы произошла вот там. Видите, где вот эта колоколинка стоит небольшая? И там даже есть церковь Встречи. Ну, а от этого источника, собственно говоря, и начинается сама деревня Энкаром, которую мы хотели вам показать. Вот тут такие уже уютные пошли кафушечки. Это главная улица деревни Энкаром. Но сейчас, конечно, это район Иерусалима. Но мы недаром называем его деревней, потому что здесь остался сельский дух. И очень сильно остался. Он чувствуется, несмотря на то, что, как и в других районах Иерусалима, хозяева здесь сменились после 1948 года. Теперь здесь живут евреи, израильтяне, арабы-палестинцы здесь не живут больше. Но остались их дома, остались террасы, сады. Поэтому вот это ощущение сельское здесь всегда-всегда есть. Ну и вот по этой улице мы иногда ходим с паломниками от места Рождества и Анапретечи. Это католический монастырь Иоанн в горах. Мы надеемся к нему тоже сегодня подойти с вами. И справа кафе «Мороженое», которое очень любят наши паломники. И те из вас, кто смотрит наш канал уже год, помнят, как с последней моей группы, с чего и начался блог «Святая земля» сегодня, мы здесь ели мороженое в одном из выпусков. Помните, может быть? Вот. Ну, сейчас кафе, как таковое, открыто только на вынос, естественно. Ну, как и все кафе в Израиле. Но мы, думаю, сейчас не откажемся в удовольствии выпить чашечку кофе в этом старинном здании. И потом пойдем дальше к монастырю святого Иоанна Претечи, к месту его Рождества. Нас сейчас, увы, не пустят на крышах. Каждая кафешка здесь и очень много хороших ресторанов, где есть как раз специальная такая крыша, где можно посидеть, любоваться видом, покушать. Надеюсь, что после ковидного времени все это откроют, и я смогу вам это показать. Но сейчас давайте представим себе, что я тот самый турист из Пятахтыква или из Крают. Это где-то за Хайфа. И мне хочется посмотреть на вот эту экзотику. Деревья, дома, как в Греции или как в Италии, храмы. Я сижу, любую, смотрю на эти купола и вижу, как просто идет трамвай. И, честно говоря, как эстет настроение как-то испортилось. Надо вам объяснить, что в не коронавирусное время сюда военкаром приезжают со всего Израиля. Буквально со всей страны приезжают люди отдыхать, гулять, наслаждаться действительно экзотикой. Потому что здесь у нас как маленькая Европа. И, конечно же, наверное, трамвай в какой-то степени превращает это во что-то более современное. Ну, это и не нравится, собственно, Рафаилу. Он у нас любитель всего старого и традиционного. Пока мы были в кафе, прошел очень-очень сильный дождь. Прямо стеной мы пользуемся сейчас затишьем. Идем дальше вот по этой центральной улочке. Здесь везде, слева, справа, вот такие очаровательные старинные домики. Вот это и есть прелесть Энкарома. Это старые палестинские дома. Вот мы вам уже много-много районов показывали. И в нашем блоге, и в экскурсиях на Топусе. И, наверное, если вы смотрите все, то знаете уже, что каждый район, он какой-то другой. Немножко есть свои особенности характерные. И вот Энкаромские дома, вот они вот такие. Они деревенские дома, не городские. Потому что, если в других районах Иерусалима, в немецкой колонии или в греческой колонии, это все-таки город, то здесь, здесь однозначно такой сельский дух. Ну, а вот мы подходим к центру, кстати. Вот здесь стояночка, где мы всегда высаживались. Из автобуса с нашими туристами-паломниками. Удивительно видеть ее пустой. И улочки тоже пустые. Обычно здесь группа за группой идут. И вот впереди, на горке, это уже место, где родился Иоанн Предтеча. Это действительно исторически так. Там стоял еще в VI веке монастырь византийский. Да, сейчас место принадлежит католикам, но там очень-очень красивый монастырь. Иоанн в горах он называется. Ну, сейчас мы постараемся подойти, насколько возможно, поближе и посмотрим, что там происходит сегодня. Вот в этих кафушках обычно битком народу и местные израильтяне, и иностранные группы со всего мира. Но сейчас, видите, к сожалению, все тихо, все закрыто. Только на вынос можно купить кофе или какую-то булочку. И вот здесь тоже, смотрите, вот эта улочка, подъем к монастырю. Тоже обычно здесь торговцы, торговцы продают все подряд. Туристы покупают всякие шарфики, юбки, сувенирчики. А сейчас, видите, никого и ничего. Очень необычно для меня видеть. Ну, и вот впереди уже ворота. Естественно, что монастырь закрыт. Так же, как и горний. В принципе, все сейчас монастыри на Святой Земле, с исключением буквально одного-двух, конечно, закрыты. Из-за пандемии. И посетить мы с вами не можем. Но, опять же, можете смотреть более старые выпуски нашего блога, прошлогодний, где мы этот монастырь вам уже показывали. Ну вот, нашим с вами любимым способом снимаем, просунув руку через решетку забора. Здесь молитва первосвященника Захарии, отца Иоанна Предтечи на всех языках, в том числе и на русском есть. Ну и, собственно говоря, сам храм, который стоит над раскопками дома Захарии или Советы. И там показывают пещерную комнату, где родился Иоанн Предтеча. Тихо. Видите, никого нет. Монастырь закрыт. Нет, ну сказка же, правда? Вот сказка, а не прогулка. Я сама получила опять огромное удовольствие. Я очень надеюсь, что вам тоже было с нами интересно. Ну это одно из самых живописных мест вообще. Не только, я могу сказать, в Иерусалиме, не только в Израиле, а даже в мире. Это, Эйн Карем, это действительно сокровища, жемчужины. Я очень надеюсь, что сейчас не испортят каким-то новым проектом, но мы вам об этом все расскажем. Видите, в этот раз наша прогулка с изучением строек в Иерусалиме оказалась более позитивной. Да? Я думаю, да. Надеюсь. Я всегда боюсь за таких мест, как Иерусалиме. Здесь тоже на самом деле были проекты, хотели строить здесь большие многоэтажные магазины, торговые центры, отели, но жители Иерусалиме борются с этим. Мы об этом поговорим и вам все это расскажем. Очень здорово, когда люди сохраняют свой район и не допускают в нем каких-то строительств, которые явно изуродуют эту красоту. И люди стараются хранить историю своего района, исторические здания. Мы всегда на стороне именно таких людей. Да, однозначно. Дорогие, мы на сегодня прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Мы надеемся выходить в эфир как можно чаще. Оставайтесь с нашим каналом. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok